Емур, добрый вечер. Мероприятие важное, мероприятие нужное, с которым познакомились наши зрители, многие зрители в зале. Но хотелось бы уточнить ваше впечатление, все-таки это впечатление человека заинтересованного. Добрый вечер вам, всем телезрителям. Я даже сам не ожидал, что получится так хорошо. То есть, конечно, мы готовились, рассчитывали, и я скажу тривиальные слова, приложили большое количество усилий. Но то, что такой нечеловеческой любовью пользуются наши звезды, среди зрителей, которые пришли, я, конечно, уже подзабыл. Давненько мы здесь не были. Любовь выплеснулась от зрителей на наших ребят. Что сложнее в таких мероприятиях? Подготовка или выступление? Для разных людей разное. Для артистов, конечно, выступление сложнее. Они выходят на сцену, они в это время нервничают, им важно не забыть слова, показать себя с лучшей стороны. Хотя они и кайфуют от этого. Безусловно, настоящий артист, если он не любит выступать перед зрителями, он не артист. А для нас, конечно, период подготовительный очень сложный. Только вопрос согласования дат. У нас занял больше полутора месяцев. Ну, то есть у всех свои графики. Конечно, ребята же очень заняты, безусловно. Тем более сентябрь, начало учебного года. Мы же хотели показать и другие команды КВН, которые у нас в чемпионате, в первенстве играют. Их много. Их тоже было непросто собрать. Чтобы они успели подготовиться, они только что вышли с летних каникул. Но для зрителя ни то, ни другое не должно иметь значения. Он должен увидеть шик, блеск, красота, как в СССР говорили. Ну, а что у нас вообще с движением КВНовским происходит? Потому что в Перми, в частности, да и по всей стране, наверное. Потому что успехи, в том числе и по центральным каналам, мы наблюдаем наших КВНщиков. Если говорить в целом по стране, то тенденция последних 10 лет, она не изменилась. Очень большое количество развлекательного контента на самых разных каналах стали конкурентной средой на телевидении. И КВН перестал быть монополистом в развлекательном телевизионном продукте. А что касается Пермского края, то, конечно, у нас грандиозное событие. Впервые за последние 10 лет после команды КВН из Добрянки, наша прикамская команда вышла в эфир Первого канала в высшую лигу. Но вообще настрой-то есть? Повторить успех тех звезд, которые накануне стояли на сцене? Было бы бессмысленно играть в КВН, не ставя перед собой грандиозные задачи. Потому что КВН как спорт. Там состязание сразу начинается. Вот первый раз команда вышла на сцену, она уже состязается с другими командами. И желание победить присутствует в любом человеке, который занимается КВН. Не стихает ли вот эта волна интереса к КВН, в том числе благодаря тому, что есть возможность и в другие проекты уходить на телевидение? И, в общем, все открыто. Развитию КВН в Прикамье помогают несколько вещей. Безусловно, возможность попадать в телевизионные лиги. Все-таки и город Пермь нам очень помогает, и региональная власть помогает. И ребята точно знают, что заложено в бюджете, есть возможность всегда на сочинский фестиваль, как минимум, попасть и побороться за путевки в высокие лиги. Это, ребят, мотивирует. Ну, а как социальный лифт рассматривают люди КВН? Я бы сказал, наверное, больше профессиональный лифт нам удалось создать, потому что эстрада, как таковая, у нас в Пермском крае не развивается. И мы, пожалуй, единственные, кто эту нишу занимает. И все же наглядно видят, что вот ты поиграл в вузовском КВН, спокойно можешь оказаться в составе сборной команды, поиграть в большой КВН на Первом канале. И сколько звезд наш КВН выдал на все телевизионные каналы. Профессиональный лифт есть. А что касается социального, я бы сказал такую очень серьезную вещь, и я ее говорю все время. Мы делаем нашим ребятам прививку конкурентноспособности. Куда бы после КВН они не пошли, они везде работоспособные, они везде берегут свое здоровье, и они понимают, нельзя на сцену выйти больным. Они понимают, что на работу надо ходить здорово. И таких причин, мотивов, понимания, как достигать в жизни успеха, как конкурировать за победу, мы помогаем нашим ребятам в этом разобраться, и они не теряются в любой сфере нашей жизни. Ну, я думаю, сейчас, с наступлением сентября, наступает тот период, когда КВН при Камске принимает все больше и больше своих адептов. Вот молодым, начинающим КВНщикам, может быть, кто-то поступил в ВУЗ, и сейчас в ВУЗовскую команду пытаются пробиться. Что бы вы хотели пожелать? Только терпение. Потому что нет в моей жизни примеров, когда человек щелкнул пальцем, махнул рукавом, вот тебе озеро, а вот тебе сразу лебеди. Нет, терпение. Нужно кропотливо трудиться день за днем, успевая при этом еще учиться, успевая при этом еще быть надежным, качественным другом для своих друзей, опорой в семейной жизни. Безусловно, нужно терпение, труд, выносливость и вера. То, что все сложится. Ямур, ну и какие планы на ближайшее время? У планов громадье. Во-первых, команда должна готовиться к участию в играх высшей лиги на Первом канале. Чемпионат готовится к осенней части своего сезона. Ну а в воскресенье на выборы пойдем. Ямур, огромное спасибо, что вы сегодня были у нас в студии. Зрителям хочется вашего оптимизма, пожелать вашего взгляда на жизнь. Ну а вам хороших выходных, конечно. Спасибо вашим телезрителям всего того же самого. Спасибо.